Вот эти дома, баня и такие старинные дома. Это вот баня наша. Её, кстати, ведь отреставрировали. И сейчас можно ходить мыться в неё. Посмотри, какая красивая. Красивая стена. Просто шикарная. И вот туда, если ехать, в ту сторону, такие красивые вот эти дома по Ваначарскому стоят. Так вот и ездишь. Вот что, сейчас проедем и не ею. Да, и завернём, когда вообще ездишь. Конечно. Это я в трамвае ехала, увидела за рулём. Вообще ничего, это у нас тут массаж делают. Так давно стоит этот домик у нас. Да, если это цирк наш. Едем в Гринвич, хотим сходить на аватар новый. Я думала, что в России его не показывают. Все же говорят, что это... Нас лишили этого всего. А оказывается, показывают. Везде он идёт у нас. Правда, билеты ещё не купишь. Ни на Чебурашку, ни на него онлайн не продают. Сейчас хотим живую купить, приехать. Надеюсь, купим. Вот все едут, домиками любуюсь. Посмотрите, их в центре какая прелесть. Купили билеты на аватар. Абсолютно спокойно. На 3D, 2D. Каких только нету. Всякие домики. Ни хуже, чем в Европе. Всё спокойно продаётся. Никакой аватар не запрещён. Я ведь думала, что это не показывают тут. Как сказали, так и верим. Но, как сказали, я и думала о том. Смотрю рейтинги. Чебурашка собрал больше, чем аватар. Я думаю, в смысле? У нас же запрещено. Но как Чебурашка посмел больше собрать? Откуда эти данные, если у нас аватар не показывает? Вообще всё показывают. Друзья, бегу на маникюр. Три раза я успела сделать. Здесь, в России, новогодний убираю. Вот этот отлично относился. Прям отлично. Спасибо, девочки. И вот, представляете, вообще записываюсь. В тот же день еду. Сегодня в пилке пошла. Звоню, говорю, можно мне на маникюр записаться. Она говорит, во сколько? Я говорю, ну, после 12. Она говорит, всё, подходите. В 2.30. Никаких проблем. Это не Америка. У наших девочек там запись за месяц вперёд. Никогда так не получится, что позвонил и тебе говорят, приходите. Ветрище жуть. Какой сильный. Так, вот пилки. Видите, маникюр. Сюда хожу. Вернее, пришла сюда. До этого в других местах делала. Друзья, прошло 2 часа. Маникюр сделан. Посмотрите, у меня всегда поднимается настроение, когда я вижу маникюр после наших девочек. Ну, это же как так можно делать прекрасно? Я ничего не понимаю. Почему у нас все девочки делают прекрасно? 99,9% в Америке, в этих салонах делают ужасно. 100%. Объясните мне. Неужели нельзя научиться вот так делать? Я ничего не понимаю. Такой вот красивый лак взяла. Прям настроение, знаете, поднимается. Любоваться хочется. Девочка такая мне маленькая попала. 8 метр с кепкой. У меня же ногти-то как когти. И они мощные. Она такая пилит, у нее руки отваливаются. Она говорит, какие плотные ногти. Я говорю, да. Ой, не могу. В общем, еле мне их спилила. Половину убрала я. Потому что уже, знаете, как-то длинные ногти. Как-то кажется, что их выворотить может. Даже больно уже стало. Поэтому обрезала. 50%. Пришли на Чебурашку. Смотрите, как классно сделано. Как будто дом живой внутри. Здорово. Так просто и симпатично. Коты тут ходят. Пришли на Чебурашку. Чебурашка посмотрим. Ну, такой для детей, конечно. С детишками вообще классно сходить. Ну, в один раз и нормально. Конечно, таких впечатлений, как от Аватара, нету. Но здорово, что наш вот такой советский фильм. Ой, российский, извиняюсь. И что так классно снят. Тоже фильм для всей семьи. И вот кто ходит с детишками-то. Такой семейный выход. Будет отличный. Москва. Слушайте, я по этому пути уже как по родному хожу. Сколько раз я тут за эти два месяца проходила. Это Шереметьево и целый огромный блок построен для самолетов аэрофлота. Друзья, приехала очень рано я в аэропорт. Не стала сдавать билет. Я другими рейсами хотела лететь, поменяла. И у меня, короче, большой интервал. Так что я вот тут сижу. В лаунже. От аэрофлота. И четыре часа стоит 2 500. Но если у вас там есть золотая карта, то бесплатно. Узнавать, в общем, надо. С Екатеринбурга выезжала в 5. Тут все как-то незаметно исчезли. Полный был. Еще себе. Ереван самолет. Все с Еревана все-таки сидели. И я уезжала с Екатеринбурга в 5 утра. Мама вышла меня провожать вниз. И знаете, у меня какая проблема получилась? Когда я была в Биближкеке, то я воспользовалась Яндекс.Такси. У меня сработала американская карта. Якобы у меня списались деньги. Я доехала, а потом приехала домой, и мне пишут, что у вас долг на Яндекс.Такси. И я какие только карты уже не привязывала. И он не может сконвертировать. И у меня висит долг, и я не могу вызывать такси, чтобы у меня с карточки списывалось. У меня пишет наличка. Или погасите долг, а долг я не могу погасить. В поддержку писала. Ничего не мне не помогли. Я его удалила, опять перезагрузила. Опять у меня этот долг высветился. В итоге вот у меня такая проблема. Я думаю, вызову Убер Екатеринбургский. Вот сколько я ездила на Яндекс.Такси, вообще все отлично. Шофера хорошие, машины нормальные, приезжает хорошо. Но набрала этот Убер Екатеринбург. И ждала машину. Приезжает и выходит такого сомнительного вида мужчина. Как будто бы он пил всю ночь. И вот встал отвезти заказ на бутылку себе заработать. И он такой выскочил из машины, такой вежливый. Там, давайте я вам помогу. Мою сумку забросил в багажник. И я маме говорю, мам, я говорю, я же все забыла. Все документы, говорю, забыла дома. Давай вытаскивать этот чемодан. Говорю, пошли, я все забыла. В общем, я испугалась с ним ехать. И вот так шатануло в сторону, когда он мне сумку взял. И вы знаете, мне показалось, он поддатый. Маме тоже так показалось. Но не пойман и не вор. Поэтому нельзя обвинять человека, пока не убедишься. В итоге я схватила сумку, побежала в подъезд, что якобы я что-то забыла. Я говорю, я отменю заказ, извините. Отменила 106 рублей за отмену. Я думаю, плевать. Хорошо, что я вышла за 2 часа до рейса. В общем, давай следующую машину вызывать за наличку. Яндекс.Такси. Такой парень хороший приехал. Вот приехала за полтора часа где-то до отлета. И все нормально в Екатеринбурге. Зарегистрировалась, села. И сейчас приходить таможню здесь. Я не знаю, почему я купила Екатеринбург, Турция на американский паспорт. Фамилию, билет. Не знаю, что за затмение у меня было. И, в общем, билет на одну фамилию. Паспорт даю другой, российский. И все нормально прошло. Опять про эти допросы. Ничего у меня такого не спрашивали. Все отлично. Единственное, она ей отдавает американский паспорт. Она говорит, а где виза? Ну, российская-то. Я говорю, ой, давайте я вам российский дам. Два российские. Пришла на регистрацию сюда, уже в Москву. Международный терминал. И попросила, чтобы мне дали у окна место. Вчера я зарегистрировалась и забронировала место у окна. И первый раз за все время он мне это же место дал. Так хорошо долетела. Поспала, облокотилась. И сейчас до Стамбула тоже полечу у окна. Спасибо большое, женщина. Такая хорошая была на регистрации. Это вообще удивительно. Полный зал был. И раз все встали и ушли. Я в шоке. Вот все было занято. Так что я сейчас 4 часа посижу. И еще 4 оплачу. Хотела пойти в Москву погулять. И что-то мне так не захотелось. Во-первых, я в кроссовках. Поги тяжелые оставила дома. Думаю, что я там буду мерзнуть в этих кроссовочках. Ходить там где-то. Такси надо вызывать. Это на такси я потрачу. 1200. Вот уже 2500. Там где-то поесть надо. Эти же деньги уйдут. Поэтому лучше я здесь посижу. Смотрю Орел и Орешка про Калининград. Про Ереван сейчас смотрю. В общем, балдею. Светский стол здесь. Ой, прекрасно. 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 Продолжение следует...